Дорогие сообщественники, старая как мир истина, паны дерутся, а у холопов чубы трещат, всякий раз подтверждает свою универсальность и безусловную правду, безусловную истину. Вы меня можете спросить, с чего я начал передачу вот с этой народной мудрости, народной Макс? А вот почему? Давайте посмотрим. В Соединенных Штатах, далеко там, за Атлантикой, паны дерутся. Значит, у кого чубы трещат? У тех, кто, значит, подчинен этим панам. То есть паны рангом поменьше. Вот эти паны рангом поменьше тоже начинают гавкать друг друга, чубы трещат. Я имею в виду продвижение НАТО на восток. Допустим, возьмем страны Прибалтики, там, Украину и так далее. Что там получается? Им же, чтобы получить какие-то гранты, какие-то деньги, надо доказать лояльность. А лояльность как доказывается? Гавканием. То есть ненависть. Значит, ненависть – это русофобия и прочее. Это валюта. Если мы посмотрим, что делается в нашем периметре, мы наблюдаем приблизительно то же самое. А в результате все это отражается на нашем благосостоянии, на нашем и с вами повседневной жизни. И самое главное – на нашем электоральном настроении. Для того, чтобы понять, что происходит, уточнить вот эту народную мудрость, приложение к нашим реалиям, ее матрешечность. Помните, пан моего, пана мне не пан. Не скажи. Вроде правило проверенное, но не совсем оно так. И поэтому, чтобы в этих тонкостях разобраться, мы в который раз приглашаем Валерия Демидецкого. Человека с колоссальным житейским опытом, с колоссальным политическим опытом и опытом, безусловно, репортера. Который одновременно и философ, и репортер. Вот, Валерий, хочу от имени всех наших телезрителей пожать тебе руку и задать такой вопрос. Так что вот это народная максимума, что когда паны дерутся у холопов, чубы трещат, и что у каждого пана есть свой холоп и дальше идет как матрешка по нисходящей. И в конце концов мы простые граждане самых разных странах оказываемся заложниками вот этой борьбы. Нам же часто что наши политологи и политоналитики говорят? Они говорят нам так, оставьте в эти геополитические вещи, нам надо сфокусироваться на наших внутренних проблемах. А с блажей рядом мы видим, что как-то этого не получается. Вот как ты на это все смотришь? Как не подойдут очередные выборы, опять начинаются танки, да? Ну у нас прошла как бы кампания по мэру, да, референдум, который не застоялся. И сейчас идут вокруг этого споры. Но какая-то сложилась парадоксальная ситуация. В те времена, когда я еще был молодым, в Кишиневе, в Молдавии был вообще один университет и несколько вузов. Но вряд ли кто-нибудь будет спорить со мной, что у нас все-таки общая культура населения была выше. Да? Вот. Сейчас... Книжков читали поболее. Книг читали поболее, вели себя более прилично, да, как бы. Вот. И город немножко по-другому выглядел. Лучше, конечно. Оттуда и воспоминания. Мой белый город. Да, да. Те ж белизна его. Да, вот эти воспоминания. Оттуда и ностальгия, оттуда и Молдавия стала единственной республикой СНГ, где к власти вернулись коммунисты. То есть население обратилось в прошлое, да, помня прошлое, обратилось к прошлому, думая, как бы остановить этот хаос, который наступил в 90-х годах. Да. И вот самое парадоксальное. Да, сегодня у нас десятки университетов. Парадокс. А уровень... Одна из сильнейших интернет-сетей в мире, между прочим. Да, да, да. Мы очень продвинутые в этом отношении. Нет, ну да, я не буду спорить про интернет, но у нас... Но книжков читают... Да, да, но у нас десятки университетов. Но книжков читают меньше. Но уровень культуры общей, населения, конечно, особенно те, кто заканчивает университет, оставляет желать лучшего. Вот, по сравнению с прошлым. У нас раньше была одна партия. Это меня тоже напрягало, и многих напрягало. Хотелось воздуха свободы, хотелось парализовом мнений. Я был противником тоже этой системы по молодости, да. Но эта партия как-то продвигала довольно-таки интересных людей. Менеджеров, людей, которые до сих пор еще многие в политике, да, несмотря на преклонный возраст и так далее. Сейчас у нас десятки партий. Свободы, батенька. Свободы, батенька. А вот личности, которые породили эти партии, раз-два и обчелся. И получается, что при десятках партий, десятках идеологий, плюрализме мнений, демократии, партнерах по развитию, да, которые довели... Все это тонет в неком болоте. Главным политическим фигурой становятся дети 18-летние, которые пришли с флагом чужой страны. Указывать старшим, как им жить и что им делать с страной, да. Вот как-то я... Какие-то полуобразованные доктринеры. Да, да, да. Вот я, например... И Дарин Киртокас, его дядей. Вот и все. И с их доктриной либерализма. Очень своеобразно. Вот, конечно, это все наводит на грустные мысли. Почему так, да? Вот, казалось бы, количество не перешло в качество. Да, почему так? Вот, над этим сложно задуматься. Сейчас очень многие ругают людей Кишинева за то, что они не пришли. И я с ними согласен. Действительно, почему? Потому что я на референдум пошел. Не потому, что мне нравятся там социалисты, либералы и так далее. Просто я считаю, что... Свою точку зрения надо высказать. Нечего плакаться потом, да? О! А потом будут говорить, а вот они такие. Если вы, если вы как бы апатичны. Но, по большому счету, я где-то не хочу выглядеть... Скажем так, какие мы, такие наши правители. Я не хочу выглядеть правительством, но я где-то подозревал, что референдум провалится. И знаете, это у меня вот убеждение сложилось не потому, не из-за того, что там это социалисты его затеяли, или либералы были против и так далее. Каждый, практически каждый наш дом, это Кишинев в миниатюре. Вот попробуйте собрать собрание жильцов кооперативного дома. Попробуйте думать о ремонте, о восстановлении и так далее. Вот эта апатия людей, да? Вот это нежелание заниматься собственным домом, нежелание видеть в стране свою родину. Все потухнет в слухах. В городе, в дворе. А подъезд будет грязным, двор будет захламленным. Я говорю, что я очень часто говорил такую вещь, что я могу понять каких-то людей, которые там, ну, я их не воспринимаю, да, и не разделяю их мысли. Но я могу понять, кому-то не нравятся там, я не знаю, там, русские, кому-то не нравятся евреи, кому-то не нравятся румыны, кому-то не нравятся там афроамериканцы или кто-нибудь такие, да. Вот, это еще как-то можно понять, да. Ну, вот человек так вырос, ему это не нравится. Но я всегда задал вопрос, ладно, хорошо, вам там не нравятся русские, румыны и так далее. Но почему вам не нравилось наследие, которое вам оставили отцы, то есть ваше достояние, да, это заводы, фермы, фабрики, экономика, дороги и так далее. Почему надо было приводить это все, построенное отцами, в такую разруху. Это, откуда эта ненависть к тому, где мы живем, да. И вот этот референдум, который не стоялся. Лакмусовая бумажка. Это лакмусовая бумажка, и это очень, на мой взгляд, тревожный звонок. Тревожный звонок апатии людей. Тревожный звонок, что наше государство вступило в такую стадию, где до ее разрушения и распада один шаг, фактически один шаг. То есть, когда люди не любят свою страну, когда люди не борются за свою страну, за свой город, за свой подъезд, за свой дом, а голосуют ногами и говорят, это страна, да, это страна. Вот со слова это и начинается отношение. И идет вот поиск, если вы придете на любое, вот любое собрание любого кооперативного дома, это наша страна в миниатюре. Попробуйте прийти и сказать, ребята, давайте мы отремонтируем крышу, давайте мы уберем подъезд, давайте мы... Вы знаете, все начнут виноваты искать, кто больше всех гадит, кто дал, кто не дал и так далее. И вот у нас происходит... Но вопрос места не сдвинется. Вот, вот, в том-то и дело. И есть бы очень такая большая надежда, как во всех домах. А вы знаете, может быть, нам это самое... Однажды ко мне приехал приятель, итальянец, мы дома пообедали, у меня вышли, и он увидел в соседнем подъезде разрушенную лестницу. И он спросил меня с улыбкой, это вы считаете, мы вам должны приехать в рамках евроинтеграции сделать? Вот эта вот вера святая, что где-то за океаном, где-то в Брюсселе, где-то в Москве, где-то в Пекине или где-нибудь люди не спят, а думают, как обустроить наш дом за их счет. Да, вот молодежи наши вбили в голову, вот это вот инфантильное состояние. Знаете, когда молодежь вам сходу говорит, надо подружиться с теми, и тогда нам будет счастье. Те дадут, те помогут. Вы посмотрите, и наше правительство ведет себя тоже самое, как попрошайка с большой дороги. Подожди, для того, чтобы дружиться с одними, надо облаять других? Да. А теперь сегодня самое парадоксальное, вот сейчас будет саммит Восточного партнерства 2, надо будет думать люди, что делать с провалившимся партнерством. Прошли его уже разделить на умных, которые соскочили и не захотели раскалывать страну, да, вот я имею в виду те страны, которые миновали. И, значит, на те страны, которые ввергли свою страну в этот раскол. Вот, казалось бы, есть такая... Поясни нашим соотечественникам. А я поясню, очень просто. Потому что они... Знаете, есть такое... Потому что они все следят за этим. У нас лет 20 нам в голову вбивают на семинарах Сороса и других различных развлекательных кофебрейках, да, вбивают в голову, что вот Запад, он несет нам процветание, демократию. И прогресс. Потом это свелось к узкой формуле. Принчи, пиши, валори. Принципи и ценности. Не важно, что нам дадут, но вот у нас будут такие же принципи и ценности. И тогда мы живем часто. Это настолько наивное детское предположение. Я говорю, хорошо, там, где вот была привнесена демократия, возьмем Ирак, Сирию, Ливию, Украину, да, что случилось с странами? Что, катастрофа? Катастрофа, Ливия, вон. Полная катастрофа. Про Ливию даже не идут репортажи. А принципы красивые? Там даже не рассказывают о том... Подожди, а принципы и валори во привнесли, а кирпичи развалины, убитые люди. Я спрашиваю, вот то, что происходит у нас, да, назначение самое чудное, вот, наш конституционный суд, назначение исполняющей обязанности. Я не имею ничего против госпожи Сирии Раду. Она, может, хороший менеджер, я с ней, к сожалению, не знал, не работал, но многие говорят, что она неплохой, хороший менеджер, и, может быть, она действительно что-то бы изменила в городе, да. Но сам факт ее назначения, да, вот, это вот как-то, ну... Как-то с демократичностью. Да, и мне хочется спросить, а что с принципей Шеволова? Да, где демократичность, да. Черт возьми, этот диктатор, этот коммунист Воронин, диктатор, да, которого называли диктатором, которого сбросили в ходе, извините меня, беспорядков сожгли. Майдана нашего, Кишиневского. Майдана нашего, да, устроенного, да, вот, его сбросили, так он же, извините меня, ему и в голову не приходило делать, то, что делается сейчас, понимаете, тем не менее, что он имел 70 мандатов в парламенте, и мог поменять конституцию. Да, он конституцию мог менять, как хотел, да, а он этого не сделал. А он не сделал, да. И вот сейчас я наблюдаю за властью, о том, что власть почему-то решила опять вот эту геополитику нам подбросить на парламентские выборы. Посмотрите, что делается. Вот проблема языка, да, я всегда говорил, что мой родной язык, так получилось, мой родной язык русский, хотя молдавский, румынский, я не знаю, как это, сами должны решить носитель этого языка, как его называть, да, вот, я не хочу вмешиваться в их споры, я сказал, вот вы сами решите, да, и придете, 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 да, как и скажете. Но у меня, я вот придерживаюсь, я слушал многих умных людей, и для меня вот та позиция, которую высказал, так сказать, патриарх нашей литературы, да, и нашего языка, Иоанн Друццо, Иоанн Друццо, да, в принципе, я эту формулу вывел очень просто, да, что раньше было, курица или яйцо? Ну вот, кто мне ответит, что раньше было? Хитроумные философы говорят, что ответа нет. Ответа нет, да, тогда, если ответа нет, и наше общество расколото, и часть читает этот язык молдавским, часть румынским, дело очень просто, ребята, давайте не будем этот вопрос будировать, выведем его из Конституции. Давайте делом займемся. Да, пусть этим занимаются ученые, как они решат, пройдет поколение, как он будет, то есть, или народ пусть решает. Нет, понимаете, давайте через колено это сделаем, или, допустим, почему бы, вот, казалось бы, вот, надо взять нам статью евроинтеграции, а вдруг, посмотрите, что происходит в Евросоюзе, а вдруг Евросоюз через лет 20-30 распадется, а мы не сможем изменить Конституцию. Смотри, в чем дело, Союз, первый признак регресса, это то, что предложили брюссельцы сами, помнишь, Европа двух скоростей. Ну да, даже многих скоростей. Все звери равны, а некоторые ровнее. Но мне интересно, что... А мы по какой скорости идем? Ну, мне интересно, вот, я говорю, хорошо, ребята, ну, почему тогда Воронин, когда у него 70 мандатов было в парламенте, и за него проголосовало подавляющее большинство населения, и голосовал, нет, не вернул статью, 6-ю статью Конституции, как в времена СССР, а руководящий и направляющий. Ну да. Ему же в голову не пришло. А что же вы делаете? Тогда, получается, если я вдруг начну критиковать евроинтеграцию и говорить, что ее есть... Они хотят это в Конституцию задолбать. А ее есть за что критиковать, согласись. Нет, но они это хотят сделать Конституционным. То, что сделала правящая... То есть, те партии, которые за евро, те легальные, все остальные какие-то нелегальные. То есть, то, что сделала правящая правоевропейская коалиция, созданная сомнительными способами... Еще раз, как можно стремление в Европу или в Азию, или черт знает куда, делать принципом Конституционным? История такого не знала. Но это смешная ситуация, действительно, потому что, когда на бытовом уровне начинаешь людям... Ну что ты утрируешь и так далее? Давай в Конституцию введем в НАТО, вступать. Почему я утрирую? Бред собачек. Понимаете, я говорю, допустим, я журналист, и по законам я обязан исполнять законы страны. И вот, представьте себе, вызывает меня чиновник, прокурор или кто-нибудь, и говорит, а ну, господин Демидевский, скажите нам, пожалуйста, какой у нас язык государственный? Я говорю, согласно Конституции Республики Молдова, статья такая... Молдавский, а нет, есть декларация о независимости, есть решение Конституционного суда, и так далее, и так далее. Я говорю, простите, ради бога, ошибся, больше не буду, да, извините, подписываешь румынским. Он говорит, а нет, статья о Конституции, и так далее. И в любом случае он меня может посадить в тюрьму за решение Конституции. Ну, потому что двойные стандарты институционализируются. Ты заранее попадаешь под удар. Тебе по пашке отдадут. Завтра я скажу, что, знаете, ребята, мы набрали кредитов, загнали страну в какую-то нехорошую ситуацию, раскалываем ее, да, на танки тех, танки тех, и так далее, и так далее. Я скажу, а, ты против Конституции, ты против евроинтеграции. То есть, а это наше святое все, за что мы умрем, как большевики в 17-м году, да? Кстати, в декларации ничего нет об евроинтеграции. Нет, но это уже превращается в такой анекдот, да? Да, да. Анекдот, и я думаю, что... Это знаешь, во что превращается? В беспредел. Двойные стандарты институционализируются. И вот этот анекдот привел к тому, что люди проголосуют ногами, и люди уже, у них стойкое отвращение к политикам. Что они продемонстрировали? При массе партий, при Принчипишево-Лоро, после 9-10-летнего почти правления правящей Европейской Конституции, при партнерах по развитию смотрящих, которые там и с собой прочее, которые закрывают глаза на все беззаконие, когда это против России, это хорошо. А если это не против России, то это плохо, да? Это может сделать замечание. От этого уже начинает людей просто тошнить. Потому что люди понимают, что их держат за болванов в старом польском анекдоте. Понимаете? То есть, я смотрел сегодня даже репортажи с Украины. Ну, самое интересное, сегодня президент Порошенко, который под ним заждалось кресло, он обратился к армии, и сегодня он провел такую церемонию замены беретов. Вот голубые береты знаменитые, да, десантники. Крамола. Крамола, значит, самое теперь, говорит, вот... На желто-блакитные. Нет, нет, на красные. Ой, мамочки, я думал, сделаю пол берета желтым, пол голубым. Красные, нет. А не красные. Нет, но самое интересное, меня поразило, вот стояли военные ноги, да, и стояли, слушали. И президент говорил и сказал, что, вы знаете, Россия скомпрометировала эти голубые береты тем, что напала на нас и развязала войну против Украины. А мы всегда были верны этому братству, да, десантному, которое сформировалось еще во время войны и советский период. И вдруг у меня появилось... Подождите, господин Порошенко. И тут же он говорит через два предложения, но я как поклялся привезти нашу страну в НАТО, так я ее и приведу в НАТО. С красными беретами. Я задумался, подождите, ребят, а что тогда обвинять Россию, когда вы сказали, что вы уходите в НАТО, да, а НАТО это блок, который отнюдь не дружесный России, и Россия обеспокоена тем, что он продвигает свои военные структуры к ее границам. Тогда, когда вы это сделали, да, тогда вы не говорили о том, что вы нарушили братство, да, а когда у вас случился конфликт и гражданская война, тут же братство нарушилось. Вот это наглядный пример, как бы, лживости политиков, да, когда вот политики заменяют эти вещи, да, и провозглашают какие-то, какие-то сначала, какие-то глупые идеи. Одни прищи пиши Волорь, потом другие, они у них меняются. В принципе и ценности, да. И вот мы будем, мы сделаем это самое. Ну, любой нормальный... А народ одурел от этого, он уже перестает понимать, что происходит, где левое, где правое, где запад, где восток. И его можно гнать куда угодно. Да, и вот это, к сожалению, нас подгоняет к этим парламентским выборам, где нам придется опять делать дурацкий выбор. Но если меня результаты вот этого референдума, с одной стороны, огорчает апатия людей к собственному дому, то, с другой стороны, меня оно уже начинает радовать. А значит, это, что люди начали понимать, что их имеют, и они не хотят выходить. Но, с другой стороны, люди должны понимать, не будут они выходить, пропишут за них, то, что сейчас прописывается везде. Через Конституционный суд, через исполняющие обязанности, на исполняющие обязанности. Решат за них. И так далее. То есть, мы должны понимать, что если мы будем голосовать ногами, то тогда за нас действительно решат другие дяди. А это плохо. То есть, вывод такой, Валерий, и я с твоим выводом полностью согласен. С одной стороны, можно понять, откуда апатия людей. Потому что им задурили голову. Потому что за 9 лет правящая коалиция изнасиловала законы, изнасиловала здравый смысл. То есть, понимаете, людей просто... Валерий, главное, изнасиловала мозг человека. Самое интересное, я сегодня с интересом наблюдаю. Но, извини, и второй пункт, чтобы подвести то, что ты сказал, что несмотря на эту дурешку, несмотря на апатию, выходить надо. Да, потому что тот, кто отказался от борьбы, это жертвенное на заклание животное. Конечно. Политическое или как хотите. Очень сложно людям разобраться, конечно, во всех политических перепитиях наших. Да, они очень довольно-таки сложные, и они довольно-таки недозначные. Я начал с какого-то примера, вот когда я подвел черту по тем, что ты сказал. Ты говорил, что у тебя друг был, и что-то ты хотел проиллюстрировать вот этот пункт. Просто я думаю, что... Я думаю так, что если мы все это пустим на апатию, да, и мы действительно не будем за это дело бороться, это действительно сделают за нас. Конечно. И тогда я говорю... Тогда нечего на кого-то плакаться. Мягко говоря, мы превратимся, как говорят, в политических животных, но я вспоминаю Аристотеля. Он так и определил человека. Он говорит, что такое человек? Это полисное, то есть политическое животное. Что имел в виду Аристотель? Он имел в виду возвышенный смысл, что это человек, да, это божия тварь, но она особая. Она обладает политическим сознанием, политической волей. Она обладает вот всеми, что делает человека. А у нас политическое животное, так как, конечно, чавкающее, апатичное, ни до чего не дело, если плохо, оно просто бережит со скотного двора. Помнишь скотный двор Аруэлла? Все говорят, животные равны, но некоторые ровнее. Да, я вот по поводу этого примера, я хочу напомнить, что очень многие наши коллеги с тобой, да, они как-то вот сейчас забыли, но лет 9 назад, когда многие политологи и журналисты говорили, что о том, что нас ждет непростое время, и о сложности, и о том, что в правящей коалиции совсем не бетон, а есть большие проблемы. Ой, не бетон. Но были, но были все-таки наши коллеги, которые говорили, что все будет хорошо, да, и действительно очень многие говорили о том, что вы скоро нашу страну не узнаете, и Кишинем не узнаете, да, все так будет прекрасно и хорошо. И были партнеры по развитию, и называли нас историей успеха, и этого тоже не надо забывать. Я почему-то не услышал. Помнишь, как снайпер из Сноудена вокруг на всех наших зданиях, и Сноуден, не Сноуден, прости меня, не обрати внимание. Байден, Сноуден. Дело в том, что Байден поделал себя как Сноуден, понимаешь, поэтому у меня в голове вот эта фрейдовская губка. Старик выдал секретную переписку. Байден нам как Сноуден выдал вот это, помнишь, история успеха, все такое. А я все удивлялся. Думаю, нам говорят про историю успеха американские снайперы на крышах наших домов. Помнишь, когда он выступал? И я никак в толк не мог понять, может, по Байдену это есть история успеха? Ну, бог с ним, с Байденом. Нет, подожди. Байден – это не хухры-мухры. Это был вице-президент Соединенных Штатов Америки. Тем более, что такая фигура США у нас была впервые. Да, хотя… Это был самый крупный. Нет, хотя… Это так, номинально. Хотя вице-президент США, кроме там пары историй, когда вот они заменяли… А после гибели Кеннеди Джонсон вице-президент стал президентом. Это очень сильная фигура. Посмотрю, за Трампом стоит сейчас его вице-президент. У меня такое впечатление, если будет импичмент Трампу, то этот парень автоматом по конституции замет его места. А он не такой, как Трамп. Трамп украшает человека, а человек украшает должность. Да. Знаете, как я говорю, дайте мне любую должность, говорил один герой, а уж стратегическую я ее сам сделаю. Я ее украшу. Да, или там задание и так далее. Вот дайте мне любую должность, а я сделаю так, чтобы… Я о чем говорю, что вот этот визит Байдена, он на самом деле показал очень важную вещь. Он показал вот эту зависимость малых стран от крупных игроков. Причем они могут тебе вменять историю успеха, не понравилось вменять установку успеха. Посмотри Евросоюз. Как только подписали эту бумажку насчет взаимодействия с ними, что мы членство какое-то там при них, возле них, как тут же пластинка сменилась. Стали говорить, у нас коррупция оказывается, у нас еще что-то, и денег не платить. Обратите внимание, как пластинка повернулась после подписания. Да, у них есть свои сейчас проблемы. И теперь посмотри, поэтому наши вот эти ребятки и дергаются, и бегают. Они хотят денег, а денег не хотят давать. Не хотят давать. Вот МВФ. Вот у вас чего-то там. И они стараются. Какой товар у них есть под рукой? Как и у прибалтийцев. Ненависть, русофобия. Мы за НАТО и все. Вот их валюта. Чего удивляться? Да. К сожалению, наших... А наших гастарбайтеров... Наших политиков заставляет танцевать этот танец в джигу. А две трети наших гастарбайтеров где трудятся? А товары наши в Европе ненужные где реализуются? Мне вот, мне страшно... То есть, понимаешь, как это цена беды? Мне страшно подумать, если вдруг Москва вдруг решит задействовать тот же арсенал жесткий, да? Да, симметричный ответ. Да. Я могу себе представить, если не дай бог... И что начнет? Если не дай бог вернутся два-три самолета, и просто кто-то объявит в Домодедово, что целый самолет не смог объяснить цели визита. Да? Вот как у нас, да? Да. Вот я же недавно пошутил, потому что вот встречал друзей в аэропорту, вернее, родственников в аэропорту, который летел в Лос-Анджелес, а в это время бегали наши ребята, политологи, они встречали двух историков российских, которые приехали на конференцию по столетию этой революции, да? И тем более, что приехали историки отнюдь не, так сказать, коммунистические, то есть они приехали... Отнюдь не... Да, приехали люди, которые хотели... Не света, берета, Порошенко. Да, да, да. Они хотели покритиковать, потому что и революции тоже есть за что критиковать. К сожалению, она не решила. Это очень такой урок для нас очень хороший, да, сегодня. Что Майданы ничего не решают. Да, да, потому что я говорю, что вот я с многими историками разговаривал, и они говорили, что... Да, действительно, Октябрьская революция при всем том, что она была возвеличена в времена СССР, но по большому счету она стала продуктом, да, проблем, которые были в России, но все забывают, что она этих проблем не решила. Наоборот, эта резня усугубила проблемы и вынуждена... И привела к власти диктатора. И страна десятки лет была в состоянии... А может быть еще более страшным диктатором был бы... И Троцкий. Мог быть более страшным диктатором, чем Сталин, который мог бросить весь Советский Союз и все эти народы в топку мировой революции, да. Запросто. И мы бы пошли бы там на гренады и так далее, и так далее воевать до изнеможения. Ну, что он, в принципе, и сделал. Их всякие раздаются вопросом, а стоило этих жертв, да, вот этот весь прогресс, да. А с другой стороны... Внимание, 13-й год, еще я помню в наших учебниках советских, 13-й год, то есть до начала Первой мировой, всегда был как установочный. Да, сверялись с ним, да. По отношению с этим годом. Ну, то есть это была динамично развивающаяся страна. А, насколько я помню, тогда рубль, вот это царские серебряные рубли, я уже не говорю о золотом, это была одна из самых валют форты в мире. Это был один из самых надежных финансовых инструментов в мире. Да. Ведь было же так. Ну, так, было так. А сейчас мы смотрим, от чего зависит лень, там, рубль, евро, и меряем на бакс. От пустого доллара. Да. Который золотом. Не обеспечен. Вот сейчас проезжал брат моей супруги из Лос-Анджелеса, который очень такой... Он объяснял мне, почему американцы проголосовали, он живет давно уже в Лос-Анджелесе, он говорит, почему американцы проголосовали за Трампа. Он говорит, ты понимаешь, говорит, в чем проблема. Когда я приехал в Штаты в конце 90-х годов, да, это была действительно страна очень такая, как бы, процветающая. Как Европа лет 15-20 назад. Да. То есть, говорит, очень просто все. Очень все просто было, да. Это американская семья, это был муж, который работает, жена, которая может работать, а может не работать, имеет полкатки. Все было. Особняк, домик, да, домик на выплату, в ипотеку, в кредит, да, две машины в кредит и так далее. Сегодня, говорит, семья, это съемный домик, это муж, который ищет две работы, жена, которая обязательно ищет одну отлучши две работы. Дети, выпускники университета, работают на посудомойках. Да, 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 да. И вот проблемы с кредитами, да, вот. То есть, как бы, он говорит, очень сильно все поменялось, очень сильно все осложнилось. Потому что, говорю, что вот лет 15 назад он приезжал, и он рассказывал, что вот, как здорово, прекрасно, сейчас он приезжает, конечно, очень сильно ругает и говорит, что все изменилось к худшему. И в Европе то же самое. И в Европе тоже свои проблемы у людей. Но, понимаешь, дело в том, что вот я хотел вернуться вот к этой истории с революцией, да. Вот этот урок 100-летней Октябрьской революции, да, вот, или переворота, по-разному ее называют, говорит о том, что лучше все-таки эволюционный путь. Майданы плохо окончаются. Лучше все-таки эволюционный путь, чем через колено, как это сделано. Потому что, когда все это произошло в 17-м году, да, под благими намерениями действительно делали идеалисты, как говорят, да, романтики, идеалисты, а плодами воспользовались довольно... Мерзавцы и воры. Мерзавцы и воры. Но, с другой стороны, я не могу назвать Сталина вором, да. Нет. Но, как бы, мне сложно. Он ходил в подношенном кителе, в старых сапогах. Даже бог с ним там, с кителем. Нет, я объясню, в чем дело. Для Сталина не деньга была главным, его мотивация была власть. Я просто... Власть. А Владимир Ильич Ленин тоже в кургузом каком-то пиджачке. Но этот человек обладал такой властью, и не только на Россию, а и на умы всего человечества... Я просто не могу представить... Мотивация разная. Я просто не могу представить... Воры – это мелкие швандеры, удрал, грум-грум и всё. А это властолюбцы, великие. Я просто не могу представить, кроме того, что они были, конечно, властолюбцами, да, и кроме того, что у него была задача в этот период между мировыми войнами. А все знали, б, несоятно, что Вторая мировая война будет. Ядерного оружия еще не было. И все знали. Если бы не было 1-2, мы уже, наверное, 3-й, 4-й прошли бы за передел мира. Все-таки сдерживающий фактор. Конечно, конечно, безусловно. Но тогда все знали, что через 10-12 лет, 15 лет будет мировая война. И Россия была не готова, и ясно было, что ее порвут. Одна-шестая часть суши, 30% минеральных ресурсов, и живет всего 2% населения Земли. Обидно. У этой страны есть два выхода. Или она будет сильной, и не укрепляться, и ее отгрызут. Или ее разорвут, раздерут и так далее. Это как бы не требует никаких доказательств. И тогда уже сама страна и ее руководство должны выбирать путь. Или они хотят быть разодранными, или они хотят укрепить страну, и для того, чтобы ни у кого и мысли не пришло попытаться с ними поиграть в эту силовую акцию, как, допустим, с Ираком, с Ливией, или с Сирией, или с другими странами. Но вот тогда Сталин действительно был поставлен в эту жесткую ситуацию. Надо было пробежать за 10 лет тот путь, который странно... Индустриализацию. 50 лет. Модернизацию. Это ясно можно было сделать большой кровью. Только большая кровь, да? Я спросил однажды историка, уважаемого Лев Лурье. Он зачитал лекцию, он большой специалист по революциям. Я с очень большим интересом в Белитеке Марка Ткаченко прослушал твою лекцию. Я его уже за кофе спросил. Скажите, я понимаю, что ни вы, ни я не сторонник жестких мер Сталина, репрессий и так далее. Осуждаем. Но объективно, если взять. Объективно, да. Но объективно у него был другой вариант. Не было. На что он сказал? Не было. Не было. Не было. Я вот Сталина, я осуждаю его репрессии, но поставлю любого. Но по факту? Но по факту еще может быть, я говорю, что вот Троцкий, оказавшись на его... Или развал страны еще жестче Троцкий. Разучарование. Нет, подожди. У нас от 2009 года уже образуется прививочка. Люди поняли, Майданом трудно решается. Ох, я боюсь, ох, я боюсь, что... Хотя, да. Я боюсь, что все-таки это отношение. Я говорю, расскажу, поскольку у нас как бы бесило. Вот смотри, у меня сосед один, Бутученов, очень толковый работяга. Говорит, Виктор Иванович, мы надо вилами, косами придем в Кишинев, все это ворье разнесем, сметем. Я говорю, Вася, представь такую хохму. Вот пошли с вилами, косами там всех воров разнемели, разнесли, башки всем. Еще надо найти этих воров. Подкручили? Нет. Я говорю, подожди. Допустим, нашли. Допустим, снесли. Я говорю, знаешь, что будет? Как в той знаменитой китайской и вьетнамской сказке, где пришел парень с мечом-кладенцом, дракона порубал, значит, и открывает сундук, а там золото, власть. И он протягивает руки к этому золоту, и вдруг этот дракон, умирающий, издыхающий, говорит, парень, я был точно таким же, как ты. Увидишь, что с тобой произойдет. И когда он к золоту стал приближать руки, у него чешуя стала появляться, у него крылья стали эти драконовские, и этот умирающий дракон, говорит, я же тебе говорил. Ну да. То есть, вот я ему объяснил. И Вася, мужик умный, крестьянин, он говорит, я говорю, более того, говорю, Вася, ты станешь начальником всех дочек, своих, зятьев, друганов, ты же поставишь вокруг себя. Нет. А потом, говорит, а вы правы, Виктор Иванович. А кому довериться? Точно, говорит, да. А кому можно доверить? И я говорю, и что, как, а потом придут другие с косами и вилами, и уже тебя будут. А потом придадут, потому что придают только своим. Ты понял, что людям кажется, что можно просто одним махом, вышли на Майдан, все снеслись, снеслись, и вместо головы срубленного одного Якунуковича, 12 голов других, в том числе и Коломойских, и Хабаку. Ну, сегодня Порошенко в Киеве кричат только, что по Коломойскому. И люди вот этого не хотят понять. Понимаете? Вот. То же самое кричат. Такой же рейтинг у него, как у Януковича, и с тем же золотым батоном его таскает по Киеву. И придет следующий и следующий. Вопрос в другом. Вопрос в том, что... С нами, вот тут все наши беды. Пока нет царя здесь, нужен царь там. Не будем ходить не референдумы, не будем ходить на выборы. Вот и будем так жить. Надеясь, что или кто-то, или в крайнем случае опять на Майдан. Оба пути в преисподнем. Только эволюционный путь. Ты совершенно правильно говоришь. Сознательный. Каждой дневной работой, за каждую пять свободы, за каждую пять прав надо бороться. Не на кого надеяться. Хорошая большевистская песня. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной работой. Но без Майдана. А надеяться на то, что в Румынии пенсии 300 или 400 евро. Если мы объединимся, то румыны эту пенсию ополовинят и половину дадут нам. Потому что она тоже не с неба берется, а берется с внутреннего валового продукта страны. И они сейчас тебе раздадут. Сейчас раздадут. Если вы зададите такой же вопрос румынам, я не думаю, что они захотят объединиться. И не буду сильно счастлив. Поэтому я говорю, что надо подумать о собственной стране. Я думаю, что политики, я считаю, что здесь все-таки наши политики сегодня должны испугаться вот этой историей с референдумом и с апатией населения. Почему должны испугаться? По той простой причине, что да, это очень удобно. Не учитывать мнение народа, рожать за народ. Но это приводит к тому, что народ может в любой момент воскатиться то, о чем мы говорим. Революция, Майдан. И снесет все. И пойти за негодяями. Когда выходят, мне стало грустно, когда я увидел, что у нас самая активная часть населения. Это 18-летняя несмешленыши с флагами другой страны, которые считают себя правыми и начинают получать умных людей. Они в 2009-м уже начнут деньги. Пожилые, да. Поэтому я говорю, что мне это страшно. Это эти люди, если пойдет такая волна. То есть активные как раз не те массы страдающие. Если плодами революции воспользуются подонки, которые поведут за собой несмышленыши, тогда вот эти мудрецы, которые сейчас считают, что они контролируют и конституционные суды, парламент, улетят с конституционным судом, с парламентом, чертовой матери. Но те, кто придут, придут не лучше. Да, это первое. Голодные, злые и жадные. И надо понимать, что у нас еще очень силен внешний фактор. Не исключено, что кому-то будет из-за рубежа и выгодно устроить такое. Потому что, как говорят на молдавском, румынском, есть такое понятие, как марли-путерь. Великие силы. Да, великие силы любят, когда в любой стране есть не одна кнопка, а несколько. Конечно. На которой можно нажимать. Конечно, полифония. Можно тонко сыграть. Понимаете, на одной клавише немного не сыграешь. Но хорошую музыку надо играть на нескольких клавишах. И чем больше клавиш, чем лучше. И чем хуже для народа. Самое удивительное, когда пытаются сыграть в две руки. Да, да. Извне. А если еще в три руки и в четыре. Там вообще не беда. Боже упаси этот народ, который попадет в такую музыку. Валерий, ну вот время мне показывают наши операторы. Время начинает подходить к концу. Скажи, как бы, завершающее слово в этой передаче. Кратко, четко, вот из того, что мы обсудили. Я думаю, что мне бы очень хотелось, чтобы наши политики подумали не столько о партийных интересах, сколько о будущем страны. Для этого они должны подняться. Если я, вот на маленький пример, если бы сегодня на референдуме по мэру, да, и была предложена кандидатура, интегральная кандидатура человека, который может вытащить город, не партийного, не из партии социалистов, не из либералов, не из демократов, не так далее. От человека, менеджера, кое у нас есть, да, люди, которые доказали своей жизнью, тем, что они умеют что-то делать, да. Но согласованная кандидатура вывела. Они бы показали великолепный пример. Сотрудничество. Общество, и вытащили бы общество, да. Я сегодня считаю, что наши политические фигуры, и думаю, что такая задача и стоит и перед президентом, немного встать над партиями. Встать над партиями. Он же все-таки президент всех. Да, да. Не зависит. Он даже президент Египпу. Да, это очень, да. Он даже не страдался. Это очень сложно. Да. Это сложно очень отказаться от тех, кто тебя привел к власти, от тех, кто тебе помогал, подставлял плечо. Не отказаться, я говорю. Не отказаться. Да, но просто встать над схваткой. Выше встать. Да. Мне кажется, что вот сегодня, даже то, что я вижу, что сегодня многие политики не бросились комментировать все это. Я думаю, что это время для раздумья. Время для раздумья и для наших политиков, и для президента, что можно сделать, да, чтобы консолидировать общество, не раскалывать его, как нам подсказывают, извне, да. А там много мастеров. Да, да. Играть на разных средствах. А именно консолидировать в интересах нашей страны, да. Потому что мы действительно оказались на каком-то рубеже, на какой-то, за который мы заглянули за пропасть, мы заглянули за край пропасти, за который уже может начаться невозвратные, невозвратные процессы, необратимые процессы, да. Вот это надо понимать, да. И это нужно сегодня продолжить людям, да, что вот мы должны сегодня подумать не о партиях, не о том, кто будет, да. Потому что вот я с... А судьба страны. Я с каким-то, не знаю, с разочарованием смотрел на ту пресс-конференцию господина Гимба, который выставил этот провал референдум как свою победу. Я говорю, если бы... Чему радует... Если большая половина Кишиневца вышла бы и поддержала мэра, да, на этом референдуме, сказала, нет, он хороший мэр, мы его не отпускаем. А то, что, извините меня, люди у людей опустились руки и 90% вышло проголосовало против него, порядочный политик давно бы написал заявление и сказал, знаете что, ребят, я ухожу. Вот из кувшины вытекло только то, что могло вытечь, да, и вот сегодня я ухожу. Но, к сожалению, у нас, к сожалению, ждать от наших политиков мало. И вот сегодня, на мой взгляд, именно проявит себя хорошо тот политик, который сумеет стать над схваткой и скажет, знаете что, давайте подумаем о интересах страны. Не о интересах партии, не о интересах внешних сил, не о интересах восточного партнерства, провальной прогрессии, не о интересах чего-то. Не будут нам обещать опять кисельные горы. Вот, как я уже сегодня слышу, наши пропагандисты схватились и начали уже кратчайшего. Опять там какой-то таможенный режим, какой-то там, извините меня, шенгенские-то самые, опять эти все вот эти, как бы, колокольцы, ля-ля-та-поля. А именно скажут, а что у нас происходит в стране? Ну, это должно начаться, на мой взгляд, с серьезного анализа, да, и с честного признания, что да, действительно, за последние 9 лет в стране сделано очень много плохого, что убило у населения веру в будущее страны. И эту надо веру возвращать. Вот тот политик, который это сегодня поднимет это знамя, начнет поднимать. Возродит, вот тот и выведет страну. Вот у этого политика есть шанс стать отцом этой страны. Спасибо большое. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Валерий Демидевский. Мы обсуждали, мы необычный вопрос, вопрос обо взаимоотношении внешней политической борьбы и внутри политической борьбы. И помните, вначале была эта знаменитая народная мудрость. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Так вот, для того, чтобы при драке панов у холопов не трещали чубы, сначала надо, чтобы у них трещали мозги, потому что думкой человек богатеет. Вот опираясь на разум, на вот это рациональное мышление, которое выше всяких любви и ненавистей, только тогда сознательный человек может проектно мыслить, проектно действовать. А что значит проектно? Это двигаясь к будущему, опираясь на прошлое. Спасибо за внимание. И так, повторяю, в гостях у нас сегодня был Валерий Демидевский. Я прощаюсь с вами. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин